На днях в Одессе были сданы в эксплуатацию три бункера, способных выдержать удары тактическим ядерным оружием и обеспечить автономность жизни на 45 суток для командования НАТО и ВСУ. Их построила шведская частная компания. Общее количество таких бункеров на Украине 21. Суммарная вместительность 2100 человек. Местоположение. Киев, Одесса, Ужгород, Львов, Винница и Николаев. То есть 2100 человек, которые как раз и руководят всеми военными действиями против России, даже если мы применим ядерное оружие, будут спасены. Известный военный эксперт Владислав Шурыгин считает, что неиспользование в СВО фактора ядерного оружия является ошибкой России. Запад везде играет на опережение. И вот теперь ему есть что противопоставить нам. Даже если мы пойдем на критические меры. Но главное даже в другом, о чем говорит Шурыгин. Вот что он сказал в эфире Вести ФМ. Мы не пытаемся поднимать ставки для Запада и вести игру на обострение. Мое личное убеждение. Запад готов обострять только до тех пор, пока это не будет касаться его. Вот посмотрите, вообще исчез фактор ядерного оружия. Возникает вопрос, а зачем нам вообще было нужно ядерное оружие? Если мы ведем самую сложную войну в своей истории, от которой зависит наше существование, но ядерное оружие из этой войны выключено от слова совсем. Причем я говорю теперь даже не о тактическом ядерном оружии. Оно американцев вполне устроит. Тактические заряды по ним падать не будут. То есть, военный эксперт считает, что Запад отступит только в том случае, если мы сделаем что-то такое с военной точки зрения, что коснется конкретно США или страны Европы. Ладно, оставим в покое ядерное оружие. Он предлагает для начала сбивать спутники США. Вопрос не ультиматума, а ставки. Если мы готовы дальше обострять, то давайте сразу перейдем к главному блюду. Вы передаете ракеты, самолеты, дальнобойное оружие. Мы повышаем степень боеготовности наших ядерных сил. Мы начинаем сбивать спутники над своей территорией. Потому что ваши ракеты наводятся за счет спутников. Мы прореживаем вашу спутниковую группировку. Вы говорите много лет, что любое нападение на ваш спутник означает объявление войны. Но давайте проверим, готовы ли вы после этого переходить к большой ядерной войне. На каком-то этапе выяснится, что они не готовы. Также Шурыгин считает, что Россия уже давно могла бы уничтожить кабели связи и трубопроводы в Северном море. И даже в нынешнем позиционном противостоянии на линии фронта он призывает именно к повышению градуса. Не Западом, а нами. Запад сделает попытку организовать новый контрнаступ к весне или даже раньше. Но до следующего лета мы, к сожалению, войной обеспечены. Это уже всем понятно. Должно произойти что-то из ряда вон выходящее. Мы должны нанести какой-то такой удар противнику, после которого Запад начнет лихорадочно искать возможности выхода из этого конфликта. И для меня очевидно, что если мы сможем открыть второе направление, если появится группировка, которая нанесет мощный удар со стороны Белоруссии, рассекая Украину напополам и отрывая основную бандеровскую часть от границы, через которую им идет все снабжение, Если им перережут вены, Украина очень быстро кончится.